Чем порадует Metal Gear Solid 4? Что хакер ищет в склепах с привидениями? Почему американские парашютисты не смогли переломить ход Второй мировой? На что способны короли уличного футбола? Какие кошмары ожидают геймера в Бермудском треугольнике? И все самое интересное из мира компьютерных развлечений. Это и многое другое смотрите прямо сейчас в Virtuality на MTV. Всем привет! В эфире Virtuality. Полчаса обо всем самым новым, интересным и необычным из мира компьютерных и не только развлечений. На прошлой неделе в интернете были опубликованы результаты опроса кто больше всех подходит на главную роль в фильме по игре «Принц Персии. Пески времени». По мнению зрителей, роль следует отдать Дэвиду Зенди. Нет, ну видок-то может быть у него как у Принца, но не как у Принца Персии. Жаль, что российские геймеры не голосовали. Такого конфуза не произошло бы. Остается уповать на актерские данные Дэвида и мастерство гримеров. Быть может, удастся придать его образу хоть капельку мужественности. Но вернемся к играм. Из первого блока новостей вы узнаете, какие проекты совсем недавно вышли в свет. Вышло продолжение нашумевшего стелс-экшена о деятельности специальной разведгруппы СМЕРШ «Смерть шпионом. Момент истины». Личным приказом Верховного Главнокомандующего строгого Семена Алексеевича, в роли которого нам и предстоит действовать, предписано немедленно приступить к осуществлению сверхсекретных миссий. Его, то есть нас, ждут обычные будни контрразведчика. Захват шпионов и диверсантов, получение секретных сведений, использование уникальных спецсредств и технологий, разработанных специально для контрразведки. В общем, скучать не придется. Вопросы есть? Нет? Тогда приступить к выполнению заданий. Свет увидела приключенческая игра «Город потерянных душ». В основе сюжета загадочные события, произошедшие с судном Мария Целеста. Проплывающий мимо корабль обнаружил безлюдную Марию Целесту в районе Бермудских островов. Команда словно испарилась. Загадка до сих пор не раскрыта. Разработчики из Majestic Studios предложили свой вариант. Капитан судна Бенджамин Спунер Брикс попал в Лим, первый круг кадров, город потерянных душ, обреченных на вечную скорость. От его лица нам и предстоит попутешествовать в этом загадочном мире, населенном страдающими невинными душами и безжалостными демонами. Бредовость идеи оставим на совести разработчиков, а сами насладимся неплохой графикой, нетривиальным сюжетом и сумасбродными головоломками, коих в этой анвенчуре предостаточно. Разработчики из Avalon Style Entertainment приглашают вновь пересесть из буржуйских хаммеров в родные УАЗики. Вышло продолжение серии «Полный привод», «Полный привод-2», УАЗ 4х4. Нам предстоит преодолеть на отечественных вездеходах множество непроходимых трасс на просторах нашей необъятной родины. Благо, автопарк позволяет. На выбор игроков 39 УАЗов, включая автомобили в оригинальной заводской комплектации, машины спецслужб и эксклюзивные авторские модели. Стоит отметить новую продвинутую систему вашего тюнинга. Словом, покорять пересеченную местность стало еще интереснее. Потоки, узнайте нас, Кому по домам не сидится, Лишь тот выбирает у вас. Не за горами и выход третьей части исторического шутера Brothers in Arms. Правда, когда именно он появится, не могут сказать даже его создатели. Об игре вообще практически ничего не известно, но нам удалось связаться с разработчиками, которые любезно согласились приподнять завесу тайны. Привет, меня зовут Рэнди Питцворд, я исполнительный продюсер игры Brothers in Arms, Hell's Highway. Brothers in Arms Brothers in Arms — это игра о взводе парашютистов 101-й воздушно-десантной дивизии. Действие происходит в Европе во время Второй мировой войны. На дворе сентябрь 1944 года, и в войсках союзников крепнет уверенность, что войну удастся закончить до Рождества. В основе игры лежат реальные исторические события — крупнейшая операция по высадке воздушного десанта под названием «Маркетгад». По замыслу командования парашютисты должны были захватить два моста через Рэн неповреждёнными. Тогда моторизованные части форсировали бы реку, прорвали оборону немцев, и война закончилась бы точно к Рождеству. Вот только всё пошло не так, как было запланировано. Парашютисты высадились и попали в самое пепло, нарвавшись на танковую дивизию СС. Большая часть солдат там же и погибла. Игрок видит происходящее глазами сержанта Мэтта. Ему предстоит принять участие в этой операции. Brothers in Arms Health Highway — уникальная игра в своём жанре, так как она даёт возможность не просто оказаться в шкуре взводного командира, а имеет интерфейс, позволяющий легко отдавать приказы подчинённым. Можно руководить штурмовой группой, пулемётным или миномётным расчётами для достижения поставленных задач. Это очень увлекательно и вместе с тем познавательно. Например, игрок может уничтожить само укрытие, за которым трячется враг, и тем самым ликвидировать своего противника. Это делает игру крайне интересной. Мы хотим воссоздать реальную обстановку внутри боевого подразделения, дать игроку почувствовать себя на месте этих ребят, причём сделать это похуже на кино. Мы попытались проработать всё как можно более детально, чтобы игра выглядела исторически достоверно. Ландшафты в игре воссозданы с такой точностью, что человек, прошедший игру, сможет поехать в те места, где происходили эти события, и работать там экскурсоводом. Вот насколько она близка к действительности. Надо сказать, что вся операция Марк Гадден — пища для размышления, как такое могло случиться. Надеюсь, вы поможете найти ответ на этот вопрос. С вами был Рэнди Питтсворд, специально для программы Виртуалити MTV Россия. Далее в Виртуалити. Что хакер ищет в склепах с привидениями? Кто в очередной раз спасёт Земли от инопланетного вторжения? Найдётся ли хоть что-то, чего геймер не знает о Второй мировой войне? Это Виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с самым интересным из мира виртуальных развлечений. В Мексике устроили облаву на заводе по производству пиратских дисков. В Рейде участвовало 500 полицейских, они изъяли 290 записывающих устройств, более 28 тысяч копий игр, а также 900 тысяч обложек к ним. Играм, о которых пойдёт речь далее, повезло больше. Они не попали в руки пиратов. Возможно, потому что ещё только готовятся к выходу. В этом году ожидается выход строительного симулятора Building & Company. Те, кто любят попинять строителей, воуче увидят, насколько нелегка эта профессия. Нам предстоит большая работа. Нужно превратить тихий и уютный городок в современный мегаполис, не уступающий крупнейшим мировым столицам. Почему именно нам? Да потому что никто больше не сможет выстроить целый город в короткие сроки, со скромным бюджетом и драконовскими требованиями проверяющих инстанций. Приготовимся мыслить творчески, работая над чертежами и дизайнерскими проектами. В этой игре вы и менеджер, и архитектор, и оформитель одновременно. Готовится к выходу новая фантастическая аркада Heavy Duty. В игре нам предстоит возглавить оборону целой планеты. Одна из дальних колоний стоит перед угрозой космического вторжения. Мы можем противопоставить враждебным пришельцам лишь небольшой отряд опытных бойцов, несколько боевых машин и ресурсы пары военных лабораторий. Чтобы победить, придется плечом к плечу со своими бойцами пройти сотни жарких схваток во всех уголках планеты, организовать систему перехвата кораблей инопланетян в атмосфере, в составе десантных групп обрушиваться на врага с неба, возводить и развивать собственные базы, руководить исследованиями захваченных артефактов, управлять производством новых видов оружия и снаряжения. Встать на защиту родной планеты от инопланетных захватчиков предстоит уже в этом квартале. Заканчивается работа над продолжением популярной стратегии в реальном времени «Периметр 2. Новая Земля». Сюжет сиквела отсылает к событиям, развернувшимся в оригинальном периметре. На этот раз игроку предстоит управлять судьбами людей, бежавших с обреченной земли в гибельные миры психосферы. В ходе игры выясняется, что же явилось причиной рокового замыкания великой цепи миров. Открывается истинная природа, противостояние исхода и возврата, а также другие тайны Вселенной Периметра. Выход этого воплощения противоборства двух стихий воды и земли ожидается в апреле. Студия Enigma Software Productions подарит всем игрокам возможность переписать историю с новой стратегией полководцы «Мастерство войны». Игра, насладиться которой мы сможем уже в ближайшие месяцы, совмещает элементы пошаговой стратегии и сражений в реальном времени. По заявлениям разработчиков, это самая полномасштабная игра о Второй мировой войне, в которой представлены все основные участники конфликта – Англия, США, Франция, Германия, Италия, Япония, Россия. Баталии разворачиваются на фронтах Европы, северной Африке и в Тихоокеанском регионе. Кстати, игру можно порекомендовать учителям истории в качестве учебного пособия. В игровой энциклопедии доступны сведения о значимых событиях Второй мировой войны, знаменитых полководцах и крупных битвах. Судя по последнему блоку новостей, разработчики забыли о существовании жанра квест. А ведь когда-то он был очень популярен. Правда, нашлись люди, которые исправили этот досадный недостаток. Рассказ о приключенческой игре The Lost Crown в рубрике «Хит». Хакерство еще никого не доводило до добра. И эту прописную истину следовало бы усвоить Найджелу Денверсу, главному герою мистической адвенчуры The Last Crown «Призраки из прошлого», перед тем, как лазить по секретным архивам различных корпораций. Но Найджел просто помешан на всем потустороннем и ищет любую информацию о духах, не гнушаясь никакими средствами. Найджел – человек, который верит в призраков и верит в различные паранормальные явления. А посему у него с собой очень обширный багаж всевозможных технологических приспособлений. Очередным жертвам Найджела не понравились его хакерские проделки. И так уж получилось, что его начали искать суровые люди в темных очках. Пришлось нашему приятелю спешно прихватить свой чемоданчик и отправиться, куда глаза глядят. А глаза глядели на маленький, но уютный городок Сакстон, известный как центр паранормальных явлений. Удачное место для тихой отсидки. Ничего не скажешь. Попадает он в самый разгар сезона охоты за сокровищами и начинает расспрашивать жителей о легендарной англо-саксонской короне, которая, по всей видимости, скрыта где-то в подземельях подгорода. Наш герой не в силах усидеть на месте. Вооружившись фонариком и кое-чем посерьезнее, Найджел отправляется рыскать по местным склепам в поисках короны. Ища хоть малейшую зацепку, наш охотник за сокровищами обшаривает весь город и его окрестности, тревожа и живых, и мертвых почем зря. Практически у каждого места в игре есть своя история. Начиная от исторического музея, заканчиваемых древними библиотеками и гробницами, все места несут на себя отпечаток паранормальных явлений. Но основной способ раздобыть информацию о короне спросить об этом у тех, кто ее охраняет. Проще говоря, у привидений. Для начала духу надо обнаружить. Для этого есть масса всевозможных приспособлений, там, нефрокрасные сенсоры, электромагнитные датчики. А впоследствии, как бы, не все духи могут быть добрыми. Некоторые люди при жизни были не очень хорошими, а лучше после смерти стали еще хуже. И вот такого рода духи будут всячески мешать Найджелу. И все бы ничего, только вот время Найджел выбрал не самое удачное для своих поисков. Все дело в том, что иногда в городе Сакстоне случается на шабаш-ведьм. Стать его соучастником по доброй воле мало кто захочет. На исходе четвертого дня наступает такая некая языческая ночь, в которой грань между сторонним миром и грань между реальным миром становится очень тонкой. И фактически два мира сливаются в единицу. Вот, и вот именно в это время наступает самая большая активность потусторонних существ. Вот тут главной задачей Найджела станет банальное выживание. Да и умом бы не тронуться от этой чертовщины. Страшно все-таки. Вы сами сможете почувствовать, каково это. Идти по мрачному коридору, когда только маленький экран камеры ночной видения отделяет от окружающей тьмы. И когда кончится батарея, только призраки будут рядом в кромешном мраке. Побывать в шкуре всеми забытого хакера, помешанного на потусторонних явлениях и забытых сокровищах, можно будет уже весной. Это если, конечно, вы не испугливы. Далее виртуалити. Какие роботы встретят геймера в Metal Gear Solid 4? И на что способны короли уличного футбола? Это виртуалити, мы вернулись. Если вы просмотрели первую половину программы, то не узнаете, кто будет исполнять главную роль в фильме по игре «Принц Персии. Пески времени». Как хакер стал охотником за сокровищами и как бороться с пиратами. Но нам еще есть что рассказать. Игровой сериал Metal Gear Solid имеет десятилетнюю историю, которая, похоже, заканчивается. Подробности в сюжете. Жуткого вида роботы, террористы с ядерным оружием, легендарный наемник по имени Solid Snake, обладающий способностью прятаться где угодно. И его братец, оседлавший совершенную машину для убийства. Metal Gear Rex. Все это причудливо переплелось в суровом мире Metal Gear Solid. Появлением этого незаурядного стелс-экшена мы обязаны Хидео Кадзиме, который после каждой из серий игр заявляет, что она станет последней. Но на этот раз он, похоже, не ошибается. Metal Gear, который вы знаете как стелс-экшен, отпразднует в июле этого года свое 20-летие. Все эти 20 лет я создавал игры из серии Metal Gear Solid, но четвертая часть сериала Guns of Patriots станет последней, к счастью. Что же известного Metal Gear Solid 4? Немногое. Действие будет происходить через много лет после последней схватки с главным злодеем Liquid Snake. Наш Solid Snake заметно постарел, но, как и раньше, любит поднимить сигареты по поводу и без него. При себе осталась и фирменная способность находить укрытие везде, где только можно. Если раньше приходилось постоянно прячься за укрытиями, пробираться по военным базам, и все для того, чтобы прищучить горстку террористов, то теперь все иначе. Ныне Solid Snake'у придется гулять прямо по полю боя, среди тотального хаоса и смерти. Теперь он не последняя надежда человечества, а маленькая песчинка посреди армий, сходящихся в смертельном бою. Игра, разумеется, останется стелс-экшеном, но что станет для вас необычно, так это, например, маскировка прямо на поле боя, а не в каком-то укрытии. Специально для этих целей Снейка снабдили специальным камуфляжем. Подобно хамелеону, он принимает свет той поверхности, на которой находится. Все, что переживает при этом главный герой, мы увидим на его лице. Анимация людей в Metal Gear Solid 4 просто загляденье. Кстати, выражать свои эмоции смогут не только друзья, но и враги. Причем, по словам Хидео Кодзимы, слабовольных противников можно будет напугать, дабы они в страхе убежали. Как это сделать, он, к сожалению, не уточнил. Нам остается только гадать, что же такого в образе усатого одноглазого дядьки способно перепугать детинушку с автоматом. Впрочем, к созданию облика главного героя разработчики подошли со всей серьезностью. В трехмерных играх все объекты состоят из полигонов, малюсеньких треугольничков и квадратиков. Хотя, глядя на такую красоту, и не скажешь. Так вот, одни только усы Solid Snake'а содержат больше полигонов, чем целый персонаж из Metal Gear Solid 3. А волосы Снейка состоят из 50 тысяч трехмерных объектов. Все сюжетные линии, все характеры героев, все накопившиеся тайны будут раскрыты до конца. Я это обещаю. То, что поклонники игры будут без ума, это понятно. А вот стоит ли остальным ждать ее? Придется ли эта история по вкусу тем, кто не дрожал от страха при виде жуткого Metal Gear Rex? Будем надеяться, что Хидео Кадзима все-таки сжалится над игроками и выпустит в ближайшее время хотя бы демо-версию, как это сделали разработчики FIFA Street 3. Это дворовый футбол в исполнении лучших футболистов мира. Интересно было бы с реальным Рональдинио в одном дворе мяч погонять. Ну а пока приходится довольствоваться его виртуальной копией. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы в майках итальянского Милана и питерского Зенита, и это не случайно. Вот скажите мне, Александр, вы сегодня почему пришли именно в майки и именно Зенита? Ну, в майки потому, что без майки холодно, а с Зенита потому, что это наши чемпионы на России по футболу. Вы-то вот что пришли в майки миланского Милана. Впрочем, я вас другой-то майки и не видал. Ладно, будем пинать мячик на улице. Играем в FIFA Street 3. Давно хотел спросить вас, как футболисты футболисты, вы, Максим, мячик-то давно в руках держали? Вообще-то держать мяч в футболе в руках грубейшее нарушение. Ты еще скажите, ногами упину? Сегодня будет длинный день. В демо-версии FIFA 3.3 представлено две команды – Бразилия и Англия. Чего сторону принять? Судя по вашим чопорным шуткам и надменной физиономии, только Бразилия. Моим чопорным. По вашим топорным – только Англия. Я вас буду звать мучачо. Хорошо, сэр Глагол. Так, какие тут правила? Мячик допинать от тех пор? Понятно. В общем, на Б жмете – это удар по воротам. Бью-бью-бью-бью-бью. Удар в гол! На это вы мне. Продолжим На А отбираете мяч, на У чеканите, ну а на Х переключаетесь между игроками Да, кстати, здешних игроков-то роднит с настоящими только фамилия Ну вот, кстати, я у вас отбираю-отбираю, а вы что-то не даёте Так это я финчу Что? Красиво обманываю соперника Меня, что ли? Да, ну в общем, когда я финчу, заполняется шкала Сверху, и как только она заполнится, мои игроки станут сильными Как берсерки Ловкими Как вампиры Бесстрашными Как Гордон Фриман Хорошая игра Хорошая игра, один-один Сравнял Да, пока не победили, нужно подводить итог Графика Мёстрая Звук Громкий Реализм Никакого, но играть весело FIFA Street 3 специально для тех людей, кто не хочет запариваться на правилах Любит просто попинать мяч, как это делает Александр Да, и сейчас я с вами-то разберусь Запинаю, запинаю, запинаю Два-один Победа! 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 А вы так радуетесь моему триумфу, Александр, сегодня Написано Англия, вон отсюда Ну а о какой игре мы расскажем вам в следующий раз? Вы узнаете в следующий раз Сарглагол? Мучачу На сегодня это всё В следующей программе вас ждут Эксклюзивное интервью с разработчиками Fallout 3 Подробности выхода Final Fantasy 13 И правда о том, какие игры предпочитают звезды шоу-бизнеса Увидимся на следующей неделе Пока Субтитры сделал DimaTorzok